Латентный террорист. Следственным отделением УФСБ России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ в содействии террористической деятельности. Уроженец Узбекистана, ныне проживающий в Иванове, вербовал жителей региона к участию в незаконных вооруженных формированиях на территории Ирака и Сирии. Все трое взяли своих жен и отправились воевать за ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация. Двое выходцы с Северного Кавказа, один русский. Никто из них до знакомства с обвиняемым не исповедовал радикальный ислам. Однако новый приятель казался настолько убедительным, что молодые люди полностью поменяли свои взгляды. Не прислушались даже к имаму мечети, который пытался вернуть прихожан на верный путь. Наши обвиняемые, а также те лица, которые планировали на то время выехать на территорию Сирии для участия в боевых действиях, обратились для разъяснения к одному из имамов соборной мечети города Иваново. Рассуждения имама и приведенные им доводы их не удовлетворили. А именно имам обосновал соответствующие постулатами, что деятельность ИГИЛ на территории Сирии противоречит вообще исламу. То есть по определению мусульман не имеет права убивать не то, что там неверных, там неверных, а именно вообще всех людей. После чего данные лица отказались совершать за этим имаму религиозные обряды и стали как бы проводить их сами в едином круге. Теперь дар убеждения обвиняемому пригодится особенно, чтобы доказать суду свою непричастность к преступлению. В отношении обвиняемого Ленинским районным судом города Иваново избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. Максимальное наказание по указанной статье составляет лишение свободы сроком до 10 лет. Стоит отметить, что сам обвиняемый уезжать в Сирию или Ирак присоединяться к террористам не собирался. По крайней мере, оперативники такой информации не располагают. Зато умел искусно убедить других, что им это надо. Елена Белова, Андрей Семиволков, Вертова Иланова.